Всем-всем привет! Сегодня 16 сентября. Такая красота на улице у нас. Солнце, лето. Вон Кристина бегает. Очень тёплышко. Жарко, не то что тёплышко, а жарко. Просто жарко. Бабочки вон летают по грядкам. Здесь всё скосили. Пусть трава жухнет. Воду откачала. Хотела хлеб печь, но там надо доесть. Ещё гляжу, пол батона есть и кусочки хлеба остались. Я пекла на днях две булочки хлеба. Я вам покажу, девочки, вставлю видео. И вчерашний обзор покажу. Смотрите, какая тишина. Даже витринки нет. Вообще. Вчера приходила белочка к нам. На том дереве вон большом она сидела, ела. Поела и лежала потом такая вся деловая. На улице лето. Настоящее лето. Так бы не уходил. Вчера дочь наварила суп. Мне сегодня варить не надо. Я не буду, наверное, готовить. Есть только попозже хлеба спечь. А так готовить не буду. На ужин что-нибудь сделаем. Да и всё. Вон, и вы как распушились все стоят. Красота. Вон, и вы как распушились все стоят. Кататься. Я говорю, понесём сейчас мусор с тобой. Кристину завтра заберут. Я буду свободная. И возьмусь, наверное, тогда за кухню. Буду наводить порядок в кухне. Побелю там. Доделаю. О, побежала. Потихоньку там не упади. Бегает ребёнок. Ребёнок у меня спокойно играет, играет. Сегодня проснулась Вера. Ушла в школу, разбудила меня и закрылась. А Кристина проснулась и играет в куколки. А бабушка спит. Бабушка вчера после прямого эфира прийла в 4 утра спать. Девчата, я же пока не повязала. Я не успокоилась. Немножко, но провязала. Всем-всем спасибо, кто был со мной на прямом эфире. Ой, отдохнули душой, девочки. Прям вот душа радуется. Вот здесь мои огурцы. Я ещё огурцы, девчата, срывала вчера. Вон один огурец лежит на семена большой. Оставила. А тут ещё вон цветочки цветут. А я. Вот тут я. Где огурцы? Вон огурчик. А, всё догоняет. Догоняет. Ты потихоньку бегай. Огурцы, девчата, даже без рассадки. Как бы я их и не рассадила же. Но они выросли. И огурчики дали. Поэтому на следующий год-то всё равно посадим огурчики. Хоть немножко, но посадим. Ой, жарко. Вот для меня на улице жарко. Сейчас посмотрим, сколько градусов. Жара. Просто жара. Ромашки цветут. Вы представляете у нас? Вот градусник. Хорошо. 25 градусов, девчата. А хайты? Жары. 25 градусов. Представляешь? Да. Жарко. Понесём с тобой сейчас мусор? Да. Понесём? Ну, одна здесь. Да? Нет, мусор дома. Сейчас заберём и понесём. Помощница моя. А я буду тут ждать. Ветерка вообще нет. Вообще. Вот. Вера, в школе мы одни, хозяйки две, да? Кристин? Угу. Ну? Страшные кошки. Страшные кошки. Она мультики смотрит. И вон скачет, видите, как бегает. Ой, ребёнок. Бегом-бегом носится. Вообще. Ой, молодец. Спокойное дитё. Я вытащила вот денёжку. Нина мне присылала горшки. Я хочу пересадить в горшочке. И у меня ещё там два отростка. Ну, я думаю, мне два хватит дерева. Куда их? Много. И там ещё этот декабрист два отростка есть. Тоже пустят немножко корешки. И надо посадить земельку. Вон она балдеет. На улице жарко. Кристина, нормально? Может быть, кепку на голову? Не надо. Чтоб только голову не напекло. Ну, у нас печёт солнце хорошо. До ужаса. Пекло, девчата. Просто пекло. Вот куда-то идти. Весь я тут прорвала. Морковка моя растёт. К моему удивлению, даже вон помидоры. Видите? Даже помидоры. Ну, неурожайный год. Но вон там даже покраснела помидорка. Капуста вот где завязалась. Где плохая. Вот так. В общем, этот год у нас нету лета. Да, Кристина? А сейчас я её лак. Ты красненькую сорвала? Ну, покажи. Где помидорчик? Вон. Кристина сорвала. Надо пойдём в комнату, помоем её. Можешь я помыть? Нет, здесь грязная водичка дождевая. Надо хорошей водичкой помыть. И морковочку тебе выдернуть? Не надо. Не надо? Уронила? Скатилась. Скатилась? Вот помидорчик, девчонки. Вот он. Ну, пойдём баба тебя помоет. Не буду его. Ну, девочки, потом подключусь к вам. Девчонки, покажу вам покупки, которые мы купили сегодня. Покупки большие. Очень много у нас сегодня закуплено. Я начну с тех покупок, которые нужно сразу убирать в холодильник. Мы купили свинины. Вот таких два пласта. Вот один кусочек на 3,600. Вот тут вот. Где ребрышки. Ну, хороший кусочек, видите, такой. Здесь 3,600. И вот ещё один кусочек. Здесь вес 4,472. Этот на 950 рублей. А вот этот... 746 рублей. Вот. Сейчас это я... Надо сразу уничтить, чтобы они не раскаивали. Сегодня разделывать не буду. Поэтому положим просто в морозильник. И другой, чтобы в морозильник отправить, я сейчас покажу. Взяли пилинги. Вот такие взяли поварята аппетитные. Так, сибирский гурман. Комбинат российской финансы. Новосибирская область. Город Новосибирск. Да. Мы брали этот метлотей. И вот такие пилинги, девочки. Мясная ярмарка. Деревенский называется. Это производство. Здесь килограмм. Так. Не найду. Только делаю тут здесь. Тоже Новосибирский район. Посёлок Красный Восток. Это я в морозилку вожу сразу. Девчат, чтобы не растаяло. Вот, тем не менее. Затем крабовые палочки. Эконом Маркет. Вот таких полкилограмма в упаковке. Взяли четыре штуки. Салаты делать. Ну, вероятно, так оно раз ест. Естественно, это, девочки, это аналог. Естественно, это не настоящие крабовые палочки. Так. А чьи его производства? Тут такие маленькие буковки, что даже я не найду. Оптимально для салата. Да, салат, они нормальные, девчата. Вот. Четыре упаковки. Считаю, два килограмма взяли. Ну, потому что, говорю, тоже вот салат сделай, они уйдут. Именно салат так и скушать не будешь. Вот. Дальше, девчата, что мы купили? Вот такую большую колбасу. Дети домой возьмут еще. Семейная с чесноком. С чесночком. Называется. Так, спасибо за покупку. А кто производства? Так. Изготовлен 14 числа. 09 сегодня. Вчерашний день изготовлено. Так. Чье это производство? Колбаса вареная из мяса и птицы. Но она неплохая, девочки. Вот. Я только не вижу, кто производит. Потом я прочту. Посмотрю, кто это делает. Белорусский продукт написано. Белорусский продукт. Сибирская производственная компания. Продовольственная компания. Город Новосибирск, девочки. Вот нашла. Город Новосибирск. Такая большая. Здесь 2 килограмма. 436 грамм. На 400 рублей. Вот эта палка вытянула. Это тоже сейчас в холодильник. Потом я взяла нашу. Ратимировскую молочную колбасу. Здесь 1,4 килограмма. На 376 рублей. Вот это. Ну и для птицы. Сосиски в киске сделать. Вот мясной ряд. Сосиски первоклассные. Я взяла. Хотела ведь с этим сыром взять. А попал в афиле эти. Ну, шут с ними. Потом вот ратимировская. Тоже мы взяли мяско. Свинина любительская. На 202 рубля. Девчат здесь 640 грамм. За килограмм 317.90. Кусочек взяли. Ой. Сладости. Сладости. Как без сладости, девчата. Сейчас начнем показывать. Постепенно. Так. Вот это кофе я взяла первый раз. Дети пьют. Дети сейчас часто. Кофе растворимый. Тутти какой-то. Тутти. 150 грамм. Вот такая упаковочка. Не брала я такую, честно сказать. Потом взяла вот такие приправы с травами для курочки. 5 штук. Тоже такой у меня нету. А я их смешиваю, девочки, все приправки. Для курицы она уходит хорошо. Вера взяла вот такой сок. Мультифрукт. И сок яблочный. Вот. Две пачки. Она берет одну. Я говорю, берет две. Кристина, что тут еще помощник. Дон Пижон. Сок с клубником. Клубника-земляника с соком. Это, ну, как бы йогуртовый напиточек. Но он вкусный. Вера тогда брала, выпила с удовольствием. Ей понравилось. Взяла 4 штуки. Потом набрала вот таких вот рожков. Пингвиненок с ароматом ванилина, рожок творожный. Мы с ней по одному там съели. Набрала. Набрала. Вот. Пакетик целый взяли. Печеньки взяли. Печеньки взяли. Вот такой на сгущенном молоке. Зоологически. Я люблю такое сухое печенье. Потом взяли орешки печенья. В общем, к чаю набрали. Трубочки вафельные вот взяли. Много взяли к чаю. Торт бисквитный Винни-Пух. 600 грамм вот здесь, девочки. Сейчас будем чай пить. Халвы взяли. Две упаковки я взяла. В упаковке 500 грамм. Сыр. Сыр. Сыр сметанковый. Сырная долина. Так, здесь. За килограмм 438,90. Здесь, девочки, 700 грамм на 305,50. Вот такой кусочек. Лазила-лазила, искала, ну, сердцевинку. Нашла, купили. Вот такие. Детям взяла шоколадочки. Говорю, буду вам выдавать. Сразу конфеты набираю. Говорю, Вера будем убирать. Чтобы не горстями от чаю. Вот такие, девчат, я уже брала конфетки. Это вторичная покупка. С помадным корпусом к чаю. Ну, такие сладкие, сильно сладкие вот эти. Вот такие конфеты Наташкина Радость. Новые. Батончик сливочный. Взяла. И вот такие конфеты. Сливочная Му. Му-му. Конфеты желейные. Это новые мы взяли. Вера взяла пачку зеленый лук. Чипсы. Пачку семечек. Мусор в дом. И взяла два вот таких рулета. Бисквитных с вареной с гущёнкой. Два. Это всё в чай, девчат. Набрали кучу что-то. Очень много. Потом, что она ещё там купила. Сейчас вам покажу, девочки. Вот такие прокладки. Опять же, мы взяли 10 штук. Они чуть копейки стоят. Взяли 5 упаковок. Два вот таких лизуна, девчата. Ну, сейчас вот видите, у детей крутая игрушка. Папа купил ей. Наташа привезла вчера ей. И две мы взяли. Вер говорит, ты мне одну. Ну, одну Крести, одну Вере. Вот такой мячик надувной. Сейчас Костя им надует. Пусть играют. Вера взяла цветные карандаши для Кристины. И красочки. Кисточки есть. Вот краски. Взяли. И самое главное, что купили для Кристины, это вот такая доска, девочки. Циферки, буковки все вытаскиваются. Алфавит русский. Звуки и буквы. Видите? Классная. Вот это вот прям хорошая вещь. Будем учить буковки. Вот пальчиком вытаскиваешь, она запакованная. Сейчас мама распакует и будем ей показывать. Что еще купила, девчонки? Купила опять две упаковки носочков. Ну, китайцы у нас продают. Там четыре пары, по-моему, сто рублей. Здесь раз, два, три, четыре, как бы пять. Я упаковку брала. Ну, сейчас там сделаю ревизию. Все старенькие носочки уже их в огород запущу. Еще где-то одену. А новые оставим в шкафу. Две упаковки, девчонки, взяла. Они что-то недорогие. И вот такую покупку сделали. Вере купили ботинки. Что-то они 650 рублей. Что-то так стоят. Она там померила, девочки. Но я еле-еле. Они вот так были. Все завязаны шнурками. И я не знаю, сколько ботинок. И все в один узел завязаны. Я еле ей нашла 36 размер. Ботинки вот так посмотрела, девчонки. Она у меня в таких ботиночках. Мне братова жена присылала. Она отходила сезона четыре. Только с сапушечкой вот здесь было. И теплые те были ботиночки, зимние. Они у нас еще целые. А это осенние. Вот захотел ребенок. Я говорю, мери и бери. Вот взяла. Ну, их можно на теплый носочек. У нее 35-я ножка, зимняя 36-я. На теплый носочек по нашей зиме можно и в теплые деньки ходить. Вот такие покупки сделали. Сейчас я вам зачитаю цены, потому что я не знаю, девчата, чтобы вы могли сравнить свои цены с нашими. Девочки, еще забыла. Мы же купили пиалки. Вот такие пиалы. Я очень люблю с пиал. Мы и кушаем с пиалок. И что-то взяла пять штук. Вот этих вот пиал. Надо было брать все равно шесть. А мы что-то посчитали, сколько нас человек. И купили пять. И три пиалки вот таких. Ну, это что-то сладенькое положить. Вот, классные такие. Товару было очень-очень много, которых нового. И мебель там уже привезли. В общем, очень много товара нового. Я скажу вам, кто здесь живет у нас во Владивостоке, посетите магазин. Новинок много. Девочки, я сейчас вам зачитаю, потому что так ценник. Мы набрали на большую сумму. Все не запомнишь. В общем, вот свинина в разрубе. У меня один кусок на 4 килограмма 472 грамма. Он вышел на 750 рублей. А второй кусок на 950. А второй кусок 3,5 килограмма. 750 рублей. Я считаю, это нормально, девочки. Для наших цен, для мяса, это нормально. Сок, значит, 1,93. Ну, 2 литра, считайте. 76 рублей. Сосиски первоклассные, 106 рублей. Пельмени деревенские, 169 рублей. Вторые, 121 рубль. Халва. Так, халва сколько стоит сейчас, мои хорошие? 45 рублей одна. Крабовые палочки, 71 рубль, девчата. Колбаса молочная. Это вот большая, небольшая, которая, наоборот, это ратемировская. Она стоит 376 рублей. А колбаса семейная с чесночком 400 рублей. Ну, это мы поделимся. Наташа с Костей заберет половину домой. Половина мы. Шоколадный батончик 50 рублей. Трубочки с вареной сгущенкой 100 рублей. Лес чипсы 99 рублей. Рулеты по 30, а нет, по 18 рублей. Рублей, простите, заболталась. Батончик Наташкина Радость. Сливочный килограмм 137 рублей. Печенье зоологическое 52 рубля. Печенье сдобно-орешек 85 рублей. Прокладки стоят, девочки, 20 рублей. И они хорошие, ничем не хуже дорогих. Поэтому мы как-то уже приловчились их брать все время, Вере. Ну, пять штучек я взяла. Вот. Пять штук всего на 100 рублей. Йогурт питьевой. Вот этот Дон Пижон. Он стоит 38 рублей. Бутылочка. Слаймы стоят 60 рублей. Торт-бисквит на Винни-Пух. 110, 109 рублей. Семечки 94 жареные. Приправа, девчата, стоит 24 рубля. С травмой я такую ни разу не брала. Посмотрим, как. Ну, тут много, я хочу сказать, что очень много. Все, сыпем в баночки. И будем готовить. Курта все время готовим. Поэтому приправа, она уходит всегда. Рожок вот этот вот стоит 20 рублей, девчата. Я купила 10 штук. Кофе сублимированное Тути 130 рублей. Конфеты помадные 59 рублей. Носки стоят, девчата, 79 рублей. 5 пар. Все равно дешевле даже, чем у нас у китайцев. Хотя я вам сразу скажу, что это китайские. Тут написано хлопок 85 и полиамид 15% состав. Сделано в России. Ну, не знаю, возможно, и сделано в России. Но по виду, по виду они ничем не отличаются от китайских, которые мы покупаем на рынке. Носки уходят. И же не ичиним, не латаем. Их просто выбрасываем. Но я одеваю в огород еще. Когда вот копаем там, какие целые уже такие. Я могу поддеть. А так в основном в печку они летят, девочки. В печку. Свинина любительская. Это копченый этот кусочек. Он 318 за килограмм. У нас там 640 грамм на 202 рубля. Сыр. Сметанковая сырная долина на 306 рублей вышел. За килограмм он стоит 439 рублей. Дихлофос от летающих, ползающих насекомых. К нам какие-то мушки с крыльями залетают. Вот фометок включен. Они утром одурманены. Но будем брызгать хотя бы в коридоре. Дихлофос 45 рублей. Но я взяла пока один флакончик. Думаю, нам хватит. Краски акварельные 40 рублей. Цветные карандаши 38 рублей. Мячик стоит 29. Сейчас папа им надует. Будет Кристина бегать с мячом. Ботинки стоят, девчата, 36 размер. С 36 по 41 были черного цвета. Были черного, коричневого, пшеничного цвета. Но она захотела именно черные. 760 рублей. Я считаю, это нормальная цена. Вот. Обучающая игра стоит 211 рублей. И салатники. Вот три штучки маленьких пиалки. 59 рублей. И супница фарфоровая. Чего я взяла пять штук? Что-то я взглупила. Надо было шесть брать. Она одна стоит 113 рублей. Вот. Итог у нас сегодня был. 7708. Огромный итог. Я даже не думала. Но мы много набрали. Мы много набрали. И тем более, я говорю, дети приходят сейчас. И мы. Вот. И дети дали часть денег, чтобы мама покупала. Поэтому мама и разбежалась, покупала. Вот такие цены, девчат, сравнивайте со своими. Что у вас дороже, что дешевле. У нас такие на сегодняшний день. Товару было очень-очень много. И мебель. Ну, потом расскажу. Вот. А сейчас пока я отключаюсь и убираю все с стола. Пойду дикие звать. Будем чай пить. Всем-всем привет. И вечером мы с ней уснули в 5 часов. И до 7 мы проспали. Проспали. Видите, какое солнце у нас сегодня. Не знаю, видите, не видите. Небо синее-синее. Вообще облаков нету. Надо мной, по крайней мере. Вон, видите, там где супка. Синенькие облака. Вот. А вечером я уже покормилась их ужином. И вязала Верон рукавчики. Один рукавчики я довязала до манжета. Не получается, девочки, быстро связать с ребенком. Он сегодня должен прийти, взять, забрать ребенка. Завтра в садик поведут. Вставай, вставай. Вставай, она коленочки упала. Поднимайся. Вот она бабу ежку изображает с метлой. Да? Ну, потихоньку, потихоньку. Выходи оттуда. Иди, якаешь, видишь? Ну, иди, побегай немножко. Вот так вот бегает, изображает бабу ежку. Видите? Я говорю, Кристина, мы сейчас с тобой в город поедем. Позавтракали, встали с ней. Мне вчера пришла смс-ка, что шелковый блеск поступил в СДЭК. На Луговую. Поэтому я сейчас, девчата, спущусь с девчонкой. Там сядем на автобус, проедем. Тут у нас недалеко 4 остановки несчастных. А обратно закажем такси. На такси приедем, потому что там 5 упаковок. И в сопку идти с ребенком, и с пряжей не хочется. Вот. Сегодня заберут ребенка. Завтра я буду генералить в доме. Неделю ребенок жил. Сами знаете, там куча игрушек. Надо смотреть по всем углам. Собирать их. Ну и сегодня мыть полы не буду на дорогу. А завтра поперемою. Везде надо вытереть пыль. И полы перемыть. Убраться, в общем. Убраться. И нужно мне фотообои в зале поклеить. Я так и не поклеила. А нужно это сделать. И печку на кухне наверху побелить. Буду эмульсионкой. Я там подбеливаю. Печку подкрашивать надо. Тоже там краской немножко. Ну подкрасим все это сделаю. До сезона отопительного как бы. Вчера приходила белочка. Сегодня нету белочки? Нет. Сегодня нету. А то приходила черненькая. И почему-то одна необычная. С семьей приходят. А это одна. Вон птичка запела. Вот, слышите, поет. Красота. Я люблю, когда птицы поют тихо. И пение птиц раздается. Вообще шикарно. Внучка бегает. Пойду ее одевать, девчата. И пойдем за посылкой. Вот. Да будем ждать зятя. Может быть к вечеру только приедет и ее заберет. Кот мой наелся. Вон он, красавец грациозный. Стоит. Облизывается. Облизывается. Покушал. Покушал мой мальчик. Ну и куда мы пошли? Все. Пошел на прогулки. На свои. Ну, девочки, я приду, вам покажу посылку. Пока отключаюсь. Пойдем мы собираться. Девчата, кот мой поел. Смотрите, любимое его место. В винограде. Маркиз. Кс-кс-кс. Вот он. Маркиз. Маркизка. Маркиз. Вот он. Вот здесь ложится и балдеет, лежит. В досточках, видите? На ветке ложит мордочку. Ой, ой. Ну, куда ж ты упадешь? Ты ж там лежал, Маркиз. Такой красавый. Наелся. Ой, ты мой хороший. Ах ты моя сладенькая. Да такая красавец. Красавчик. Ну, лежи. Лежи, мы пойдем собираться. Че, Кристина, пойдем собираться? А комара убила. Ай? Комара его. Комара убила? Нет. Маркизик, пускай на улице будет. А мы пойдем одеваться красиво, да? А мне варежка. Вот он. Маркиз. Кс-кс-кс. Вот любит в винограде лежать, девчонки. Ляжет и балдеет. Ну, пускай лежит. А мы пошли одеваться. Девчонки, вот получили мы посылку. Кристина, получили посылку? Да. И кого мы ждем? Такси. Ждем такси. Сейчас такси подъедет и поедем домой. Да, Кристина? Ой. Быстрее бы уже жарко. Сильно жарко на улице. Девочки, подключилась к вам. У меня 9 часов вечера. Немножко расскажу, поболтаю с вами. Пойду уже наверх отдохну хоть чуть-чуть. Мы сегодня съездили с Кристиной, получили посылочку. Приехали домой. Днем было сильно жарко, девчата. Оттуда приехали на такси. Не стали на автобусы. Потому что наш Костя побежал на работу. И должен был приехать, забрать ребенка домой. Завтра они поведут ее в садик. Ну, мы приехали домой быстрее, быстрее с ней. Раскрыли посылку, посмотрели. Пряжа девчат, шикарная, шелковая блеска. Там мне положили даже еще подарочки. Небольшие, но нужные. Покажу вам все потом. Наверное, обзор на посылочку сделаю, девочки, завтра. Там мой обзор. И попробую с нее немножечко образцы связать и сказать свое мнение по поводу этой пряжи. Шелковый блеск. Но очень-очень понравилось тактильно. И цвета такие просто, вот знаете, очень шикарные. Ну, а мы приехали с Кристиной. Время уже было где-то 4-5 час. Думаю, Вера вот-вот на подходе была из школы. И Костя сказал, до 5 будет работать сегодня. И придет. И я быстренько приготовила покушать. Отварила макароны, отварила сосиски. Вот суп у нас был. Надо его было доедать. Доедали. Хлеб тоже я не пекла сегодня. Костя приносил батон. Да и там мой хлеб оставался. Кусочки мы тоже доедали. Потом позвонила мне Ниночка. Ой. Люлюкина, моя с Владивостока, подписчица. И сегодня звонит и говорит, Таня, мы едем с Сережей, с мужем. Везем тебе мед. Она мне предложила. Я, конечно же, не отказалась от меда с деревни. И две фляжки она мне привезла меда сегодня. Ой. Ну, девочки. А я говорю, Нина, ты едешь. Тогда, когда у меня дома бардак. Ну, как бардак. Дитё неделю дома, девочки. Конечно, мне неудобно, что и раскидано всё. Сами знаете, девчат, когда ребёнок дома. Игрушки по всем углам разбросанные. Но убираться, когда дети уезжают и увозят ребёнка, я никогда в этот день не буду ни полы мыть, ни подметать. Ну, мы не подметаем, мы пылесосим, полы мою. Я эти дела в этот же день никогда не делаю. Приметы не верю хотя бы, но вымывать детей своих я не буду. Я всё завтра сделаю. Утром встану, всё перемою, пыль уберу и полы помою. Веру отправлю в школу, а сама буду убираться. И уберусь. У меня всё перестирано. Единственное, гора белья не переглажена. Постельное я не глажу, девчонки. У меня постельное вот в стопочке, и оно всё как вот отутюжено. Единственное, мне надо её поубирать в стенку по полочкам. У меня одна полочка под деяльник, и другая полочка лежат. Одна ловочки, третья полочка, там простыни. У меня всё-всё по отдельности лежит. Ну, некогда было даже этого сделать. И всё на столе, в зале. Там гора, белья. А насильные вещи, конечно, я буду гладить. Ну, это завтра, если не успею, после уборки сил не хватит, значит, послезавтра. Всё попереглажу. Это никуда от меня не уйдёт. И всё я сделаю. Вот. Ниночка приехала с мужем, познакомились. Это наша была первая встреча вживую. В WhatsApp мы с ней общаемся. Ну, я думаю, это не последняя встреча. Потому что просто так складывались обстоятельства. То у неё были детки там с внуками в гостях. То у меня тут топило меня. Некогда приехать. Ну, я надеюсь, что в ближайшем будущем и мы с Верой съездим к ней в гости, и она к нам в гости. Потому что, чё, пробежала, так посмотрела. Дом наш, конечно, я показала, как мы живём. Чё, где у нас. Ну, вот. А посидеть, поговорить и времени не было. Завтра им на работу. И Костя как раз тут собрался с ребёнком. Ну, они и Костю до дома довезли. Спасибо, не нулево. До самого дома. Я думала, там кресла же нету детского. Ну, довезли. Нас до дома прям привезли. Вот знала бы, так мёд бы отдала бы Косте. Фляжку одну сразу бы не нёс бы на руках. Ну, потом понесёт. Нина, не мёд попробовала? Понравился, вкусненький. Вот. Ну, и пока всех, как говорится, проводила с Верой. Вера уже помылась. Всё тут прибрала, на кухне убрала. И села, мне же хочется повязать. Вяжу внученькин светирок. Видите? Вот так получается, девчата. Вот плечико я закончила вот на этом вот зелёненьком. Здесь делила два моточка. Вот моточек. И вот от этого моточка я вот столько ниточек убрала. Нашла на этом моточке точь-точь такой же хвостик, как вот здесь, чтобы с одинаковой ниточки идти рукавчик. Вот сейчас рукавчик я уже подхожу к закрытию. Вот он. Видите, уже длинненький вот так вот доходит вот рукавчик. Надо уже замерить, пойти сейчас по кофточке и вывязывать уже манжетик. Так, закончу. И второй, я думаю, что я сегодня тоже закончу рукав. И у меня что останется, девчата, я уже буду думать капюшон. Капюшон делать так, что кнопочки сделаем или пуговки. Скорее всего, на пуговки. Чтобы он вот тут вот по шейке пристёгивался, когда нужно, и отстёгивался. Если мне, ну, я думаю, должно хватить. Если вдруг там не хватит, то я вот на эту вот часть, вот на капюшон, просто подберу какую-то пряжу вот из этих цветов. Можно вот какую-то или вот что-то из тёмных тонов. Вот здесь вот планочку вывяжем просто на капюшончик тогда, если уже не хватит. Я так думаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, хватит. Должно хватить. У меня три моточка. Вот эта вот пряжа Ниночка мне присылала. Ализа бурком. Вообще классная. Вяжется, девочки, очень-очень легко. Вяжу на пять с половиной спицы, а манжетики буду вязать на пятёрочке. Вот. Ну, что ещё? На завтра вот такие у меня планы уборки, приборки. Всё это сделать, пока тепло. Даже не знаю. Во дворе пока делать что-то. Нету настроя у меня на ремонтные работы. Никак. Никак. Страх какой-то берёт. Если вот раньше я, знаете, как, говорю, всё, будем строиться. Я тут же находила рабочих. Всё это делалось так быстро. А сейчас вот у меня что-то меня сдерживает. Не знаю даже, что сдерживает. Думаю, то ли осенью, то ли весной. Нина вот сегодня сказала, она говорит, я сама строитель. Лучше делать осенью. Сейчас вот дождей нету. Думаю, разроешь всё, а вдруг дожди пойдут. Вот это вот останавливает. Ну, вроде пока тепло у нас. Дождей не видно и не слышно. Ну, посмотрим. Посмотрим, девочки. Пряжа пришла у меня супер белая. Две упаковки. Одна такая. Она не голубая. И какой-то цвет. Не голубая. А не нежно голубая. Голубая, но не такая небесная, потому что цвет очень красивая. Цвет фуксии. Пришла упаковочка тоже. И алый цвет. Девчат цвета. Красивенные, я скажу вам. Просто красивучие. Ну, попробую крючком. Попробую. Елена Ситникова с неё вяжет. Очень уж она её хвалила, что она неубиваемая. И она не скатывается. Её можно вязать как одну эту ниточку, так и с махером, и с другой ниточкой её соединять, вязать. Но она так тактильно очень-очень приятная. Тоненькая так. Ниточка 400, по-моему, метров там в 100 граммах. Вот. Но я уже сегодня не буду. Девчата, там темно. Как бы на кухне-то у меня вот здесь на кухне дневной как бы свет. А там надо тоже сделать дневной свет. Там темновато. Даже если видео сейчас снимать, неохота мне там в темноте. Завтра, наверное, я днём сделаю. Я сейчас, может быть, образец сделаю на крючке и на спицах. И заодно всё уже тогда сделаем обзорчик этой пряжи. И мой отзыв о ней. Как она мне. Вот мои ощущения от неё. Вот. А сегодня мне хочется вот довязать Кристину и Верну с ветерок белый. Там остаётся один рукавчик и манжет. Один рукав я связала. Манжетик только остался. Сейчас она тоже у меня помиряет. Что без девчонки я не стала вывязывать манжет. Она была в школе. Вот. Думаю, надо посмотреть, как он по длине. Если он дошёл, до определённой там её точки по ручке. Наверное, мне приятно вязать. А нарядышками я всегда меряю. Померила, посмотрела и уже без всяких перевязов. А вот на крестюшку, конечно, видите, мне похуже. Посложнее. Ну, сейчас вот я её уже размеры более-менее знаю. Она вот со мной. И здесь вещички её есть. Я уже какую-то там кофточку не буду отдавать туда и буду по ней и вязать на девчонку. Потому что я ещё планирую ей сейчас вот эту светерок закончу и, наверное, свяжем ей лёгенько ещё кофточку такую, чтобы в группе она ходила по осени-зиме. И связать ей у меня там останутся остатки и от моей куртки Арктик на Каарктик и от Наташиной. Вот. Наташина красная, а моя изумруд. Она такая прямо зеленоватая. Цвет очень красивый. Я хочу посмотреть и связать Кристине куртку. Именно вот осеннюю будет шикарная куртка. Ну и что, что красный и как её бирюзовый цвет. я их сделаю как-то там, скомбинирую. Может быть, знаете, полосочки пущу по вот ручкам и по низу. Ну, посмотрим. Там посмотрим, взвесим, сколько чего у нас больше и от этого будем плясать. Но мне хочется ей курточку связать. Вот. Вот это вот. Планов много. Очень хочется. Наташину куртку закончу и тогда хочу уже завязать или кардиган на себя. Вот то, что я взяла большой моток 350 грамм. Вот с него посмотрим, девочки. Желаний много. Сегодня разговаривал с Ирой Мусином. Она говорит, так не сдерживай себя, возьми, да завяжи с шелковым блеском. Я говорю, ага, надо немножко закончить вот с этими процессами, а то они меня начнут давить. А на меня давят, девчат, когда много. И шаль у меня же лежит. Две этих схемы вывязаны, а две-то еще даже надо их провязывать, вязать так, что буду вязать потихонечку. Вот. Ну, воскресенье, воскресенье я выйду в прямой эфир, как обычно, девочки, в 15.00. Вот это у меня было все, как-то эта неделя вся скомканная, урызками я снимала видео. Ну, девчат, вы меня простите. Я была с ребенком, и то что-то я там умудрялась, снимала, старалась. Я стараюсь, девочки. поэтому завтра я буду и хлеб надо печь. Буду и хлеб печь завтра и убираться. И буду вязать. Вот. А на этом, наверное, я вот этот влог закончу. Закончу. В следующем видео будет все о этом блестящем блеске. блестящий блеск или шелк. Вот видите, что с головой. В переутомлении идет, девочки, переутомление, что уставшая. Все, рукавчик пойду мерить, потому что вот скук связала. Мне кажется, уже нужно вывязывать манжетик, и рука будет закончена. На этом я с вами попрощаюсь. Всем желаю здоровья. Будьте все живы и здоровы, ровных петелек. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили мои новые видео, чтобы вы получали оповещения. Будем вязать, девчата, будем общаться. Будем и готовить. Мой канал обо всем. О моей жизни и о моем увлечении вязанием. Что я вяжу, девчата, я всегда с вами делюсь. Всегда. Вот поэтому с ветерку я тоже сделаю подробный мастер-класс. Ну, сколько петель набирала, сколько чего и как вязала. Он будет от 4 и до 5,5 лет можно носить. Вот на таких вот деток. Все расскажу. Поэтому до новых встреч. А с вами была Татьяна. А всем пока-пока. Субтитры Продолжение следует...